Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование послания святого апостола Павла к римлянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим шестую главу. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившись во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Мы видим, что апостол Павел продолжает эту мысль, которую он, в общем-то, как я уже говорю, он красной нитью проводит через все послание к римлянам о законе и благодати. Видите, как он говорит, завершив вот мысль 21 стиха прошлой главы, что же нам оставаться в грехе? Что же, скажем, если закон пришел, и теперь люди узнали, что есть грех? Нет, говорит, никак. Как? И если умножилось благодать, что же нам теперь грешить? Да и думать о том, что, ну вот, благодать, пусть она нас как-то там спасает сама по себе. Нет, мы знаем, по изречению свидетеля Ана Златоуста, что Бог нас без нас не спасает. И вот хотелось бы обратиться к свидетелю Ану Златоусту, такой немного пространной цитатой, но ставящей все точки над и в этом вопросе, который поднимает апостол Павел в данном тексте. Итак, цитата. «Итак, он доказал, что благодать вполне достаточно для уврачевания даже великих грехов. Но все же для неразумных эти слова могли показаться побуждающими ко греху». То есть, если могли бы они сказать, что благодать явилась в большей мере после того, как мы много согрешили, то не перестанем грешить, чтобы в обилии явилась благодать. И апостол разъясняет, чтобы свидетель Ана Златоуст разъясняет, чтобы они этого не говорили и не думали, смотри, как Павел устраняет их возражения. Сначала при помощи запрещения сказал «никак», как он обыкновенно выражается, о чем-либо являющемся, по общему признанию, крайне нелепом. А потом приводит и неопровержимое доказательство. Какое же мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Конец цитаты. Действительно, лучше, чем свидетель Ана Златоустов сказать сложно. Да и не надо, наверное, пытаться, апостол нас лишь призывает, подражайте мне, как я Христу, и подражать апостолам и отцам. Неужели не знаете, говорит он, что мы все во Христа крестившиеся в смерть его крестились? Тот же свидетель Ана Златоуст говорит несколько слов по этому вопросу. Что значит, говорит, умерли? Неужели не знаете, что мы, крестившись, умерли для греха? Или что мы все подпали тому же приговору, какой произнес против греха? Или то, что мы уверовали и, просветившись, сделали с мертвыми для греха? Что значит, сделаться мертвыми для греха? Спрашивает свидетель Ана Златоуст. «Ни в чем более не слушаться его, то есть грех, ни в чем более не слушаться его. Хотя крещение и произвело это однажды, то есть умертвило нас для греха, однако далее мы должны сами, постоянно и со всем прилежанием совершенствоваться, так, чтобы больше не быть в послушании у греха, чтобы он не приказывал нам, и вот тут такое замечание делать, и оставаться неподвижно подобно мертвецу». Конец цитаты. То есть по отношению к греху быть мертвым для греха, это быть, значит, как неподвижным, ни в мыслях, ни в своих чувствах. Если они есть, то умерщвлять их при помощи благодати Христовой, молитвы, стяжания, то, что является и является стяжанием Духа Святого. Далее апостол пишет так, 4 стих. «Итак мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То есть крещение — это образ есть смерти. Мы погружаемся во имя Отца и Сына и Святого Духа трижды, потому что благодать Христова сходит и от Отца, и от Сына, и Святого Духа, наше богословие, оно не христоцентрично, как некоторые ошибочно думают, хотя есть христоцентризм, конечно, он в Иоанна Богослова, например, называет Евангелие, что вот оно более христоцентрично, но наше богословие тринитарно. Мы верим в Отца, Сына и Святого Духа, в Господа Животворящего. Поэтому, как здесь сказано, что «Итак погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых, так и нам ходить». Вот это образ, когда нас трижды погружают во имя Отца и Сына и Святого Духа, и мы восстаем для новой жизни, чтобы ходить в обновленной жизни. «Ибо если мы соединены с ним, подобием смерти его, то должны быть соединены с ним и подобом воскресения». Нам здесь как бы апостол Павел напоминает обеты крещения. Я вот советую почитать. Многие не помните из вас, когда нас крестили в младенчестве, мы же не помним, какие обеты за нас давали крестные, а эти обеты приняты Господом. И ангел-хранитель был свидетелем этих обетов. Поэтому советую перечитать обеты, которые дает, в наш информационный век это несложно найти, которые дает человек, когда отрекается от сатаны, от всех дел его, при крещении. Это полезно бывает. Вообще на ночь полезно перечитывать. Так что же мы за христиане, чтобы посмотреть, насколько мы соответствуем тому, что мы обещали Богу. «Ибо если мы соединены с ним, подобием смерти его, то должны быть соединены с ним, подобием воскресения. Зная, что ветхий наш человек, распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху». Действительно, чтобы не рабствовать греху, чтобы не жить по стихиям, по страстям века сего. Как апостол Павел скажет в дальнейшем, в 12 главе этого же послания, «Не сообразуйтесь с веком этим, преобразуйтесь обновлением ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная». И вот удивительный стих, он настолько краткий, настолько яркий по своему содержанию, седьмой. «Ибо умерший освободился от греха». Как все просто. То есть кто умер во Христе, тот освободился от греха. Оказывается, свобода, она не воспринимается, как в сегодняшнем секулярном понимании смысла этого слова, что свобода от. И вот люди всегда хотят обрести какую-то свободу от. А потом мы думаем, почему по причине умножения беззакония во многих охладевает любовь. Потому что человек старается от всего, от соединиться, отойти. И поэтому свобода, когда она что-то отрицает, она воспринимается как нечто положительное. И в этом такая страшная ложь. Свобода, она всегда для. И тогда она правильная. Если свобода ради служения, для кого-то, для служения Богу и ближнему, то такая свобода, она действительно делает человека в полном смысле этого слова свободным. Как сказано у того же апостола Павла в Дурком Послании, где Дух Господень, там свобода. Там настоящая свобода. Потому что грех нас действительно порабощает. Как в притче Соломона есть такие слова, что человек, который своим страстям потворствует, он подобен быку, которую ведут за... в ноздри кольцо вставляют и ведут. Он не может ничего сделать, никуда не дернуться, ничего. Поэтому он как бык на поводке. Я не знаю, может быть, она, конечно, это мода, которую я вижу сегодня на улицах с этими кольцами в ноздрях. Она подчеркивает это рабство грехов. Но, наверное, мне кажется, люди порой не задумываются, то, что они делают. Ибо умерший освободился от греха. Святитель Ириней, священномученик Ириней Леонский, пишет по этому поводу ограничение преступления. Вот его цитата. «Бог воспрепятствовал преступлению, введя смерть и заставив грех прекратиться, положив ему конец распадам плоти». Слышите, какие удивительные слова. «Бог воспрепятствовал преступлению, введя смерть», то есть Бог допустил, чтобы была смерть. Зачем? «Заставив грех прекратиться». Представьте, если бы мы были в этом состоянии, вечно жили бы на земле, в греховом состоянии. Грех никогда не прекратился. Он всегда бы существовал из-за страшной надежды, которая превратилась бы в состояние уныния, наверное. Ну вот, между прочим, те, которые люди верят в закон кармы, они верят, что человек постоянно возвращается в эту жизнь, в эту греховную жизнь. Между прочим, Сихарта Гаутама, который восстал против индусского понимания закона кармы, что человек рождается, рождается, и постоянно в этот мир, вот он, в общем-то, в какой-то мере был там прав, что он не согласился с этим. Он сказал, давайте лучше умертвим здесь, и чтобы больше не... совпадем в состояние нирваны, и чтобы больше не возвращаться в этот мир. Когда Сихарта Гаутама, основатель буддизма, он так и сказал, что надо разорвать это колесо сансара, то есть остановить эту цепь перерождений. Потому что когда он увидел, что люди болеют, умирают, и так всегда, он просто был в состоянии, в общем-то, такого глубокого шока, если так сказать. И поэтому он сказал, надо остановить состояние нирваны, раствориться, умереть, и больше в этот мир не возвращаться греха и порока. Но христианство дает другую надежду. Мы говорим о том, что смерти нет и не будет. Но Бог допустил смерть, чтобы прервать цепь греха. Видите, как пишет святитель Ирнелионский, «Бог воспрепятствовал преступлению, введя смерть и заставив грех прекратиться, положив ему конец распадам плоти, производящим в земле, чтобы человек, когда-нибудь перестав жить для греха и умерев для него, стал жить для Бога». Видите, как конец цитаты. То есть в этих словах еще больше надежды. Здесь, в общем-то, надежда и разбойник. Покаяться и примириться с Богом. Покаяться и примириться с Богом. Но скажу, что нельзя отлагать на последний момент, как некоторые начинают с Богом, играть в какие-то такие азартные игры. Ну вот там, да, может, как разбойник, я тоже там покаюсь и в царстве Божьем как-нибудь проскочу. Бог-то знает все наши помышления. А кто сказал тебе человек, что Бог даст тебе эту благодать и даст тебе этот дух покаяния в последние минуты, в последний час? Поэтому мы, православные христиане, так и молимся Богу. Да будет непостыдно. Кончина наша. «Боже, как мне умирать и буди!» Это главная мысль, о которой сейчас будет говорить здесь апостол Павел. Даже современный поэт, вот пока я ехал сюда, так и пролистал некоторое радио, он так и пропел сегодня в эти осенние дни. «Осень, ты напомнила мне о самом главном». О чем? О том, что конец приходит всему в этом мире. Это действительно так. Вот оно, весна, это начало нашей жизни. Вот оно, лето, лучший рассвет. А вот осень, когда надо плоды собирать. И вот оно напомнило о самом главном, о чем? Что жизнь надо прекратиться в этом мире. И наставит новое. Поэтому, как говорит свидетель Анзатаус, «Помни о смерти, век не согрешишь». И мы читаем. «Если же мы уверовали во Христа, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти. А раз над Ним не имеет власти, а мы Его, крестьяне, значит, и над нами власти иметь не будет». Что это за смерть? Я как-то проповедь в храме говорил, и ко мне подходит в воскресный день. Молодой человек из воскресной школы недавно начал ходить. Он говорит, «Андрей Иванович, вот вы говорите, смерти нет, как же нет? У меня бабушка вчера умерла». Пришлось объяснить, что есть смерть первая, есть смерть вторая. Смерть первая — это отделение души от тела. Этого не избегнет никто. А смерть вторая — это отделение души от Бога. И вот здесь вот уже немногие наследуют, как и было сказано ранее, Царствие Божие. Поэтому, что мы понимаем под смертью? Смерть для нас — это не просто законы энтропии. Там тело разложилось, и мы умерли. И все куда-то исчезло, как по буддизму. Да, это там состояние нервально, все исчезло. Не думать, не мыслить, раствориться в этом безличностном абсолюте. Мы так не верим. Мы верим, что есть смерть, самое страшное — это вторая. Поэтому мы и стремимся здесь соединиться с Богом, чтобы она не наступила. Отлучение души от Бога. И далее. «Итак, и вы почитаете себя мертвыми для греха», подчеркивает мысль апостол Павел, «живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Не царствует грех, снова он говорит, в царстве греха в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членов вашей греху в орудии неправды, но представьте себя Богу как оживших из мертвых и члены вашего Бога в орудии праведности». Я уже как-то говорил об этом, и мы задавались этим вопросом. Есть ли у Бога руки, ноги? Нет. Да, вот в полном смысле это слово «язык» и «глаза». Нет. То есть Бог желает, чтобы мы были его орудием. Поэтому он нам заповедовал. Может ли Бог просветить Евангелем весь мир? Может. Но он хочет, чтобы мы были его сработниками и соучастниками. И как сопричастниками в дальнейшем вечной жизни. Он нам говорит, и апостолам, и церкви своей, идите, научите все народы, даже до края земли. Творите дела добра. Высшее добродетель — это любовь. А посему, пишет апостол Павел, остается все и три. Вера, надежда, любовь. Главное, добродетели, подчеркивая. Но любовь из них выше. То есть Бог хочет, чтобы мы были орудием в его руках, если хотите. Так. Но если мы предаем тело свое члено своей в орудии служения страстям, то мы становимся орудием дьявола. Ведь, знаете, вот это хороший поговорок, который я сейчас вспомнил. Говорят, оружие, когда оно лежит, по-разному можно применить. Правильно? Можно защищаться, а можно в чьих руках, смотри, окажется. Поэтому в чьи руки мы себя предаем. Вот как оружие. Оно может оказаться в руках разбойника. Да, и он с ним будет совершать преступления. А может оказаться в руках защитника Родины. Да. Своей церкви, своей семьи. Это будет орудие, то же самое орудие, но оно будет на благо. Так и человек. В какие руки мы вверяем свою жизнь? Орудием того мы и становимся. Либо орудием Бога, либо орудием дьявола. Грех не должен господствовать над нами, ибо вы не под законом, но под благодатью. Здесь апостол снова-снова говорит, что у вас есть то, чего не было раньше. У тех, которые находились под законом. У них не было этой помощи, не было этого подкрепления в таинствах церкви. Не было этого доступа, о котором сказал апостол Павел в прошлой главе. Доступа не было к благодати такой. И Иисусом Христом она дана. Поэтому он говорит, вы теперь под благодатью, и у вас есть больше подкрепления, чтобы не быть орудием дьявола. Что же, станем глешить, потому что мы не под законом, по благодатью, опять подчеркиваю, это снова возвращается к этому мысль, никак. И отвечает, никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя, ну вот, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, подтверждается эта мысль, которую апостол Павел подводил, которую мы немножко опередили. неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Так говорит, то есть апостол Павел здесь вот двумя, даже тремя стихами, он подчеркивает, что нет вот этого какого-то состояния такого вот центрального. Я ни туда, ни сюда. Нет. Либо туда, либо сюда. А как говорят, а то в дверном проеме прижмет. То есть надо либо уж делать шаг, либо нет, потому что человек либо служит тому, либо служит тому. Так и здесь и говорит. Если служите греху, то рабы греха. Не надо думать, что человек, который служит своим страстям, он свободный. Ничего подобного. Блуд так закрутит, что он не может. Он уже как бежит, уже все делает для этого, чтобы осуществить свою страсть, воплотить. Он как раб. Он не хочет, может быть. Вот пробует как-то не ходить. Да ну зачем мне это надо? Понимает, что дальше там, а тем более спрелюбодеяние, там жена, дети, и зачем это мне все? Но остановиться не может. Так и алкоголик. Он понимает, что сейчас вот напьется, и все, страсти для алкоголизма есть. И остановиться не может. Хотя все понимает, старается сопротивляться. А не может. Он раб. Становится рабом греха. И вот дай Бог, чтобы нам стать, ну так вот апостол Павел здесь об этом очень аккуратно говорит, но чтобы мы не могли бы делать, чтобы мы, такое бы настало состояние в нашей душе, в результате веры во Христа и аскетического образа жизни, чтобы мы не могли бы хотеть не делать добра. Вот чтобы мы хотели бы делать добро, и никак не можем. Вроде бы, ой, да зачем мне? Нет, ой, надо делать добро. Надо любить людей. И вот мы, да ой, да зачем вот как люди по страстям? А мы вот и не можем. Тогда были такого состояния. Вот такого состояния достигали святые люди, когда они уже были, как их называли, как ангелы на земле. То есть им было чуждо всякое творение, творение какого-либо греха. Освободившись от греха, вы стали рабами праведности. Видите, как апостол Павел так и говорит в 18 стихе. «Говорю по рассуждению человеческого ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Вот такой интересный оборот он тут употребляет. Действительно свободны от праведности. То есть праведность не могли сделать, потому что работали греху. И всякая праведность, она для нас была, ну, как и для людей в Вегасе, его под влиянием которых мы находились, она была как неким посмешищем. Ну, вот там святой нашелся или как там. И человек как-то избегал этой праведности и был действительно даже праведных каких-то особых добрых дел, скажем, не праведных, а добрых дел. И вот как об этом пишет Климат Александрийский, цитата. «Как рабство и греху вы были свободны от праведности, так и теперь, будучи рабами праведности, будут свободны от любого греха». Как бы дополняет вот то, что растолковывает то, что говорит здесь апостол. «Какой же плод вы имели тогда? Какие дела?» пишет апостол Павел в 21 стихе. «Какие ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти». И действительно, когда вспоминаешь, ой, сейчас-то хватает, да, но вспоминаешь вот то, что уже было, и думаешь, Господи, помилуй, зачем это все нужно было? Все вот эти вот прежние грехи, зачем их совершал? Надо было как-то, может быть, постараться воздержаться, ну, потерпеть или еще что-то. И вот вспоминаешь, так листаешь свою жизнь и думаешь, сколько вот этих шишек уже набито, но теперь уже, как апостол Павел, есть некая опытность, да, и думаешь, нет, все, это уже здесь вот надо как-то постараться, Господи, помилуй, помоги, спаси и сохрани. Как-то надо вот это вот постараться, Господи, помилуй, и все, и куда известно, куда, бежим, чтобы подкрепиться благодатью Божией. «Какой же плод, говорит апостол, вы имели тогда? Какие дела? Какие ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти? Но ныне, и он здесь сразу подбадривает нас, что ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господи нашим. Да будет это так со всеми нами. Будем собирать плоды добрые, особенно стараться в юности, не согрешать, не совершать ошибок, находиться под руководством текстов Священного Писания, отцов в церкви, прибегать к таинствам, чтобы преодолевать грех. И тогда, и, конечно же, тем более на закате уже нашей жизни, такая своеобразная осень человеческая, здесь будем помнить эти слова, которыми апостол Павел нас оботряет. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Субтитры создавал DimaTorzok